Всем моим подписчикам и гостям канала Доброго Времени Суток Сегодня находимся в мастерской Сегодня у нас очередной полезный ролик Сегодня расскажу вам, каким образом я изготавливаю валики для спортивных тренажеров Это довольно распространенный элемент Практически в каждом тренажере содержится он И наиболее нагруженный элемент Как правило, валики изготавливаются из поролона Бывает вторичного вспенивания поролон используется Бывает обычный, очень плотный Как правило, основная масса тренажеров Это импортное производство Здесь обычный поролон высокой плотности Который в наших условиях очень сложно достать То есть здесь плотность Только в промышленных объемах закупка достать можно А так поштучно вы не достанете Как вариант, конечно, купить Сейчас продажи имеются такие валики В популярных торговых сетях Ну, Азон, Вальберис и так далее Ну, как бы, дешевле и лучше сделать самостоятельно Вот еще покажу по дефектам Со временем, поскольку все усилие передается через валик Ну, вне зависимости от того, где оно установлено Либо на скамейке, либо на тренажере Центральная часть продавливается То есть поролон как бы свойства не потерял Но из-за того, что здесь большое усилие Вот эта часть продавливается и изнашивается И обшивка начинает постоянно здесь Морщины образовываются и лопаться Вот как здесь Поэтому валик должен быть постоянно цилиндрическим И по конструктиву также Он такой, что здесь проходит стальная труба И он постоянно контактирует с стальной трубой тоже При выполнении упражнений Поэтому, ребята, давайте поближе Я покажу, каким образом я делаю Ну и по порядку все объясню Сошьем и сделаем Вот такой на выходе у нас с вами красавец получится Нужной плотности Нужного качества и нужных размеров Поэтому давайте приступать Непосредственно к шитью И к изготовлению Давайте работать Смотрите, какая у нас методика изготовления Нам нужно знать Сколько диаметр нашего вала Диаметр валика, вала и ширина Три основных размера Наиболее распространено Это 25-26 мм вал И 45 мм Это такой стандартный размер Как правило у американского Шведского оборудования Такой размер Поэтому, ребята В качестве того, чтобы нам сделать Как бы направляющую Я использую пластиковую трубу Смотрите У меня валик изготовлен То есть я не буду сейчас его делать Просто расскажу технологию Берем наше основание То есть нашу трубу Поскольку у меня здесь 32 мм труба То она, соответственно, хорошо подойдет На 25-й вал, 26-й Немножко люфт будет Но здесь, поскольку валик короткий И вращение будет на наших родных втулках Ну, потом, позже покажу вам их Берем по этому, ребята Нашу трубу Можно даже с запасом отрезать Чтобы удобно было работать Я, как правило, делаю ручку Ну, или без ручки просто Берем и клеим слоями Смотрите, что клеим Что я использую Несколько слоев Делаю из Эва-коврика Недорогой материал Беру сантиметр толщиной Поскольку более тонкие слои Проще скручивать Если возьмем там 2 см Он будет жестче И, ну, хуже форму держать Смотрите Обматываем вокруг нашей трубы Ну, то есть, понятное дело По диаметру обмеряем Вырезаем нужного размера И обматываем И затем скотчем закрепляем То есть, плотно Несколько слоев По периметру делаем скотчем Точно так я вот Три слоя выполнил То есть, каждый слой Все больше и больше И скотчем Плотно обматываем Можно, как бы, для дополнительной фиксации Еще между слоями клеем То есть, на клей Это будет проще Далее Поскольку валик должен Обладать определенной жесткостью Он должен быть и не мягким И не твердым То дальше Я использую слой Поролона вторичного вспенивания Вот у меня в данном случае 20 мм То есть, 2 см Наношу специальный клей Такого плана Любой клей, который Клеит поролон Обворачиваю его Точно так Торцы Подклеиваю Плотно обклеиваю И скотчем Тоже свободно даю Затем, ребята Как бы, самый наружный слой Должен быть Как бы, немного мягче Чтобы при работе Когда человек занимается Чтобы, как бы Наш валик Как бы Сминался И, ну, приобретал форму Там, ноги, руки Через которая Передается усилие Как бы Если сделать очень жестким То дискомфорт будет И неудобно Заниматься Поэтому Последний слой У меня более мягкий Тоже поролон Не самый мягкий Такой Ну, желательно Средний Или жесткий брать Более износостойкий И, ну, два сантиметра У меня такой слой Все зависит от того Где используются валики Этот валик от скамейки Как правило Человек здесь Как бы Работает Ложит сюда нори То есть Здесь можно сделать пожестче Если помягче Соответственно Можно больше мягкого Слою сделать Там, где руками браться То есть Это зависит от того Кому как надо Поэтому и особенность Моего метода То, что можно сделать Любую жесткость Какая вам надо То есть Материалы Выбрать таким образом Чтобы была Нужная жесткость То есть Взять за основу Ну, исходный Как бы Образец Валика Какой был Понажимать Попробовать Ну и Как бы Поиграться с жесткостью То есть Проблем с этим нету Последний слой Мы скотчем Не отматываем Поскольку через кожу Это все проявится То есть Как есть Так и оставляем То есть Все элементарно И к тому же Труба не даст нам Тереться Потом ее всовываем Труба нам не даст Тереться Паралону То есть Нашему основанию О металлическую трубу Туда кстати Можно еще Какой-то смазочке Такой силиконовой Или ВДшки Капнуть То есть Наш валик готов Ну смысл такой Что слоями склеиваем Из одного Большого куска Как бы Смысла нету делать Или из двух Он будет жесткий Пытаться Расхариться Постоянно Потому что В промышленных условиях Режут поролон Специальными фрезами Под специальными углами То есть Не так-то легко Это в домашних условиях Лучше делать Как я Таким пирогом Это уже отработано Этот валик Прослужить очень долго Как правило Изнашивается здесь Верхний слой Вот этот мягкий И его не проблема Перетянуть То есть Мы перетяжки Как наша кожа Полопается Без вопроса В эту часть Уберем Потом приклеим И По деньгам Это как бы Не затратно Я Ну как бы Подсчет делал Сколько примерно Стоит купить Такой валик Заказать На фирме И изготовить Это в три раза дешевле То есть Самостоятельно Изготавливать Поэтому Ребята Такие дела Сейчас расскажу Каким образом Размечать Ну размечать Это уже Как бы Не сложная задача Просто покажу Как он выполнен Изначально Смотрите Вот наш рисунок Получается И стяжка Наша Вся за счет Нитки Вот там у нас Нитка Поэтому Что мы делаем Вырезаем Прямоугольный Как бы Кусок кожи Ну и края Делаем загибы И отстрачиваем Сейчас буду Показывать Рассказывать И затем затягиваем То есть Это все понятно И здесь уже будут Такие втулки Вставляться С двух сторон Поэтому ребята Снимаем размеры Размеры Как правило Снимаю От отверстия Нашего Не от центра От какого Начинается И по кругу Вот 34 сантиметра Вот 34 сантиметра У нас То есть Первый размер 34 Это наша Получается Этот размер И по кругу Тут у нас Ребята 52 Но мы еще Накинем до шов Делаем 53 34 На 54 Размещаем Размещаем На наш На шваль Прямоугольные Формы Получается Делаем сейчас Как бы Направляющая Для нашей Нитки Смотрите По длинной стороне Мы залаживаем Примерно Чтобы нитка Прошла Где-то Миллиметров 12 Чтобы легко Ее можно было Протолкнуть Скажем так 10-12 И делаем Все 20 Нитками Это Не критично Лишь бы Под цвет Вашего Тренажера И кожи Начинаем Шить Прошиваем С двух Сторон Отстращили Ребята Наши края Под нитку Смотрите Что дальше Вот здесь Немножко Надо Нам Подрезать Вот так Полукругом Кверху Это делается Для того Чтобы Когда мы Стянем Ниткой Чтобы Сюда Спрятался Наш узелок И хорошо Все соединилось То есть Это нам Нужно Так Подрезали Наши края Можно Смело Затягивать Нашу Нитку Нитку Вырезать Надо По длине Немножко Больше Поскольку Все равно Она ужмется Чтобы Расхода Не было Большого Нитки Как правило Я делаю Следующим Образом Беру Завязываю Узелок Почему Сейчас Нитку Затягиваем Потому что Если Мы Сошьем Потом Чехол Наш То Неудобно Будет Затягивать По кругу Булавкой Придется А мы По моему Методу Сделаем Более Просто То есть Берем Нитку С узелком Вставляем Затем Вот у меня Такая Металлическая Штука Проволока Наверное Тройка Можно Спицу Использовать Просто Пропихиваем Это уже Как бы Не критично Поэтому Поэтому Я говорю Что Плотность Слишком Шить Не надо Нитка У меня Тройка Три Миллиметра Можно Использовать Два Миллиметра Притянули Ребята Это мы Наш Шнур Сейчас Сшиваем Изнаночной Лицевой Стороной Слаживаем И Сшиваем Если хотите Плотнее Чтобы было То Больше Берите Здесь Отступ Я Миллиметров Шею Сделаю Здесь Это Как бы Особо Роли Не влияет На прочность Миллиметров 5-6 Все Слаживаем И Прострачиваем Наши ребята Чехол Пошит Такие наши Строчки Кому Интересно Кто Шитьем Занимается Смотрите Что Дальше Делаем Из Нашего Старого Валика Здесь Такие Пластины Мы Сейчас Достанем Разбирать Валик Ни в Каком Случае Нельзя Поскольку Здесь Паролон Крошится Будет Мусор Здесь Может Мастерской Очень Много Просто Достаем А валик Наш Утиль Вот Вам Покажу Если Видно Там Внутри Ничего Живого Нет Все Поэтому Выбрасываем Так Берем Ребята Наш Валик Дополнительно При данной Длине Как правило Можно Реже Использовать Когда Длинные Валики Я Еще Использую Такой Способ Чтобы Наш Паролон Не Подкасывался Не Заворачивался Надеваю Обычный Полиэтиленовый Пакет Кстати Он некоторое Время Еще Будет Работать Как Противоскользящий Как бы Элемент Чтобы Наша Кожа Так Быстро Не Вырабатывала Паролон Синтепон Чтобы Не Использовать Вот Надеваю Пакет Кстати Много Фирменное Оборудование Точно По такому Принципу Делается Надеваем Наш Валик Очень Хорошо Когда Немножко Ужимается Надеваю Немножко Так Плотновато Заходит Потому Что Когда Прославлено Тоже Не Очень Красиво И Ребята Начинаем Равномерно Натягивать Можно За Несколько Проходов Если Сразу Тянуть То На Одну Сторон Видите Что Происходит То Есть Это Мы Распределяем Все Чтобы Было Красиво У нас Так И Нашу Шайбу Внутрь Наш Ребята Валь Готов Как видите Ничего Сложного Смотрите Если Хотите Чтобы Грани Были Не Так Как Более Прямые То Немножко Надо Больше Размер Дать У Меня Так Получилось Два Наших Валика Готовы Поэтому Ребята Ставьте Лайки Подписывайтесь На Канал Всем Всего Хорошего Всем Пока